Сегодня я инвестировал, можно сказать, купил виллу на Бали. На этой вилле мы будем делать реновацию. То есть я сюда планирую вложить еще ориентировочно 50-60 тысяч долларов для того, чтобы привести ее в супер порядок. Итак, на этой вилле у нас 5,5 соток, здесь 3 спальни, здесь у нас 4 санузла и вот такой вот прикольный бассейн, есть беседка и топовая локация. Это Семеняк недалеко от океана. Друзья, знакомьтесь, это Дима. Дима работает Alex Villas Renovation, он топ-менеджер. Какие здесь были такие серьезные, ты считаешь, проблемы, которые нужно решить для того, чтобы вилла функционировала нормально, да? Да, ну, во-первых, здесь очень крутая локация, еще раз скажу, и очень классное пространство. Но есть нюансы такие, что вилла пережила несколько землетрясений, здесь есть реально трещины, здесь есть реальные проблемы с бассейном тоже из-за того, что из-за сейсмики у нас произошло отслоение некоторого напольного покрытия, сама плитка в бассейне порушилась. А также есть проблемы, связанные с сыростью и плесенью в паре комнат, которые мы будем решать. Также есть интересные задачи по санузлам, где нет крыши, сейчас это открытые санузлы, и мы хотим их сделать более уютными, интересными и функциональными для жителей этой виллы. Когда-то это служило классным дренажом и одновременно декоративным элементом, клумбой, но, как мы видим, дождь большим потоком во время обильных дождей попадает сюда, и он должен отводиться отсюда. Но со временем мы видим просадку в центральной части, и даже немножко сюда это все выгнуло. Дренаж испортился, потому что уклон изменился, и нам нужно это все либо вычистить, полностью открыть, посмотреть, куда нужно сделать уклон, и восстановить систему дренажа, и вернуть все, как было. Либо мы сейчас анализируем это все и думаем, что, может быть, мы вообще это уберем и сделаем пространство чуть побольше. На каждой вилле должны быть инстаграммные фишки, что-то такое, где люди захотят сфотографироваться, и какие-то экстра причины, которые будут заставлять людей выбирать именно эту виллу. И, кстати, есть одно решение, которое я придумал, хочу вам его показать. Смотрите, есть вот такая зона, она немного странная, правда? Здесь стоит вот такой вот стульчик, на котором, типа, можно сидеть, наверное, и, ну, просто смотреть вперед. Но это не прикольно. Поэтому мы в этой зоне, как вы думаете, что сделаем? Мы сделаем тут сауну. Ты выходишь с нее, и у тебя впереди басик, окунаешься, класс. Можно загорать, полежать в беседке. И мне кажется, вот эта фишка с сауной, она будет уже выделять эту виллу и добавлять ей вот эту вот экстра стоимость. Бассейн – это серьезное решение, но, вы знаете, тут проблема в том, что у нас уже часть плиток, они из-за возраста этой виллы, да, они потрескались, поломались, и найти аналоги такой плитки нет. Поэтому мы решили здесь сделать светлую плитку под формат террасы, как вы, как вы знаете, я очень люблю этот формат. Главное в том, что он делает бассейн светлым. Друзья, здесь также вот я вижу, что вот эти вот конструкции двери, да, я бы сказал, они не совсем удачные. Поэтому мы их поменяем и сделаем металлические стеклопакеты. Этот зал здесь 62 квадратных метра. Он прикольный, он просторный. Кстати, вот эту плитку я бы, наверное, даже оставил. Вот эти вот бетонные заливки дивана я бы тоже оставил. Единственное, что здесь не хватает большого телевизора с PlayStation и возможности смотреть фильмы. Поэтому мы вот там сделаем полочки, поставим 85 дюймовый большой телек и, конечно же, добавим декорацию на стенах. Но здесь на вилле есть тоже интересный такой момент. Это вот эта дверь, которая ведет в никуда. Давайте я вам покажу, мы откроем ее вместе с вами, глянем. Это какая-то складовая, при том, смотрите, здесь есть тоже дверь, которая выведет вас на улицу. Немножко странно, правда? А теперь давайте посмотрим, как эта вилла выглядит после. Let's go! Субтитры сделал DimaTorzok После вилла Матахари наши невероятные реновации. И одна из главных прикольных фишек, которые мы внедрили на эту виллу, это сауна. Представьте, вы на вилле имеете свою личную сауну, где вы можете классно попариться, нырнуть в бочку с холодной водой, а потом окунуться в прекрасном светлом бассейне. Стиль, который мы хотели отобразить на этой вилле, называется Медитериан. То есть это за счет того, что он такой светлый, интересная фактура самой стены, такая морская немножко, бассейн, все в светлых тонах, плиточка и все остальное. Плюс используется дерево, которое добавляет натуральности эко, да, то есть такие коричневые оттенки. И, конечно же, это черные цвета, за счет где-то металла, за счет черного стола, например, каких-то других элементов декорации. И вот эта комбинация, она создает очень уютную атмосферу. Мы продумывали изначально то, что важно для наших гостей, которые останавливаются через Airbnb Booking. Мы понимали, что для них важно. И один из таких элементов, например, это закрытый зал. И там мы поставили огромный большой телевизор, 85 дюймов. Мы сделали так, чтобы можно было уютно и удобно его смотреть. Поэтому поставили шторы, чтобы не было бликов. Мы поставили PlayStation, чтобы можно было играть в игры и классно проводить вечерний какой-то досуг. Обратите внимание, есть очень прикольная статуя такого греческого формата, которую мы заказывали у местных балийских мастеров. И, конечно же, это коммерческий проект, который должен приносить деньги и возврат инвестиций. Я думаю, что эта вилла купит себя в течение 5 лет, и это 20% годовых в долларах. Мне кажется, это довольно приличная и классная цифра. Друзья, главный вывод, когда мы делаем вот такого формата реновацию или строим виллы, мы от этого получаем большое удовольствие. У нас сильная, мощная команда, мы на рынке 9 лет, и мы работаем с инвесторами. Поэтому, если вы хотели бы присоединиться вместе с нами, взять, например, недооцененный объект и сделать там крутую реновацию под сдачу посуточную в будущем, оставляйте заявку по ссылочке под этим видео. Скинем вам презентацию, бизнес-план, и расскажем, как вообще это все устроено на Бали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok